Здравствуйте! Студия Вера Ионкина в эфире выпуска. Это итоги уходящей недели. Сегодня в программе. Студия Вера Ионкина в эфире выпуска. Президент России Владимир Путин накануне потребовал прекратить боевые действия в зоне конфликта. Для этого он провел телефонные переговоры с главами Армении и Азербайджана. Призыв прозвучал, цитирую, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает от Франции признания независимости Нагорного Карабаха и полагает, что признание всего мирового сообщества независимости региона сможет остановить войну. Удастся ли Баку и Еревану договориться и как скоро может завершиться конфликт? Ни Азербайджан, ни Армения никогда не согласятся на то, чтобы пришли чужие армии, чтобы был другой статус у Нагорного Карабаха, чтобы было какое-то международные посреднические силы. Не надо им этого. Им нужно или забирать Армению к себе, или Азербайджан. И никто не даст какие-то коридоры, какое-то переселение. Убивать будут друг друга до тех пор, пока не произойдет самый главный конфликт. Когда или мы заставим Турцию идти отсюда, или мы бросим за Кавказье, Турция наведет порядок. Мы с турками можем быть посредниками его регулирования ситуации? Разные цели. Совершенно разные цели. Мы хотим мира там, а туркам нужна война. Туркам выход к Каспийскому морю. У них же есть Черное море, Средиземное, Гейское, Мраморное. Вот еще Каспийское выйти. Страна там шести морей. И нефтепровод здесь. Баку, Джейхан, в Турцию. Джейхан, это турецкий город. И шелковый путь идет. Китайцы везде уже со всеми договорились. С Азербайджаном, Средней Азией, Турция. Через Турцию уже пойдет шелковый путь. В Европу-то. Дорога в Европу через Турцию. Поэтому никто ни с кем не договорится. Война до конца века. Поэтому это как Иерусалим. Никогда арабы не согласятся, что он еврейский. А евреи наоборот. Никогда не согласятся, что он арабский. Ведь то же самое. Когда-то была большая, большой еврейская государство. Ну где оно? Разогнали их. Армения было большое государство армянское. Где оно? Разогнали. Поэтому это самое сложное, что у нас. Почему? Вот ошибка-то нашей советской власти. Нельзя было создавать республики. Если бы была Бакинская губерния, Ереванская, Тифлисская, никто бы ниоткуда не вышел. Губерния не выходит из состава государства. Ни один департамент от Франции отделяться не будет. Ни один штат не будет отделяться. Хотя там есть, может быть, какие-то позывы. В этом проблема. Непонимание. Поэтому конфликт на долгие времена. Представить все было отлично. В этом плане кавказская политика. Ранними Турцией призвал НАТО поддержать позицию Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. В свою очередь турецкий лидер Раджеп Эрдаган в эскалации конфликта обвинил сопредседателем минской группы ОБСЕ Россию, Францию и США. По его мнению, обострение вызвано тем, что мирные переговоры в рамках минской группы не привели к успеху. О роли Турции в этом конфликте и ее истинных целях первый заместитель Думского комитета по обороне Александр Шерин. Конечно, нужно правильно осознавать, делать выводы с этого события. И осознавать тот факт, что Турция, которая сегодня являясь партнером России по различным вопросам, по сути дела злоупотребляет тем, что Российская Федерация решает большое количество задач на различных фронтах. И у Турции, скорее всего, возникло обманчивое мнение, что Российская Федерация сегодня недостаточно сильна для того, чтобы навести порядок в зоне своих интересов и своего влияния. Несомненно. Каспия – это единственное море, где отсутствуют НАТОвские военные базы, находящиеся у подбрюжья России. По сути дела, вокруг нашей страны огромное количество сухопутных и военно-морских баз. Их нет только на Каспии. Турция является членом блока НАТО. Несомненно, нападение на территорию непризнанной республики Карабаха. И если это будет переноситься на территорию Армении, а сегодня идет боестолкновение с армией Азербайджана и Армении, Армения является членом УДКБ – Организация договора коллективной безопасности в противовес блока НАТО. И Армения является участником с самого первого дня основания этой организации, как и Российская Федерация. На территории Армении находится российская военная база. На территории Турции есть американская военная база, потому что Турция является членом блока НАТО. Турция, я думаю, тоже желает под этот шумок получить себе военную базу на территории Азербайджана. Потому, что недавно Турция с Азербайджаном провели совместные учения. Такие же примерные учения проводили мы, Кавказ-2020. Но личный состав, вооружение, техника и специалисты турецкие остались на территории Азербайджана. Другим темам. Мир переживает так называемую вторую волну коронавируса. Диагноз COVID подтвержден более чем у 36 миллионов человек. В России впервые за все время пандемии за одни только сутки проведено более 500 тысяч тестов на выявление заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа случаев заражения коронавирусом в 60 регионах и призвала ответственно относиться к введенным ограничительным мерам. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Евгений Марков заявил, что россиянам следует переступить через собственные привычки и учиться жить по-новому. Парламентарий полагает, что человечество вступило в очередной этап развития, где каждый год будут появляться новые опасные вирусы, с которыми люди будут вынуждены считаться. COVID-19 это история 2020 года. В 2021 году мы получим какой-то другой вирус. Это системная вещь, которая из года в год будет повторяться. Мы много об этом говорим, наш лидер об этом. Расслабляться не стоит. Расслабляться не стоит, да. И те ограничения, с которыми всему миру придется столкнуться, это уже объективные реалии. Не надо питать иллюзией, что вот COVID был, закончился, все. Это будет продолжаться. И наша жизнь изменилась. Забудьте, как мы жили вчера, нам объективно придется измениться. Если в масштабах страны смотреть, я как куратор трех субъектов, Тюменская область, Хантамансийский округ, Ямал-Ненецкий округ, три субъекта-то справились достойно. Тяжело пришлось другим регионам, Центральной России и так далее. Какие ошибки отсюда надо вынести и какие выводы сделать? Та злочастная система оптимизации, которую активно продавливали, вели, сокращали больницы, все инфекционки закрыли. Это нам оукнулось вот сейчас. Ладно, успели вовремя как бы мобилизоваться, создать необходимый коечный фонд, мобилизовать ресурсы аппарсинального сообщества, инфекционистов, которых-то тоже разогнали. Теперь к местным властям. На мой взгляд, те ограничения, которые ввелись и до сих пор существуют, они чрезмерны. Но при этом опять я понимаю губернатора, которая не хочет рисковать, и вот она лучше весь гнев народа соберет на себя, но не позволит инфекции распространяться. Резкий скачок заражения коронавирусом на этой неделе зафиксирован в Великобритании. Более 14 тысяч случаев инфицирования за сутки. Среди пациентов много молодежи. Стремительно набирает силу вирус и в Восточной Европе. Рекордные показатели за все время пандемии в Польше и Словакии. С большой тревогой второй волны ждут российские предприниматели. Особенно те, кто смог выжить после весеннего удара. Тему продолжит Тимур Титов. Каждый пятый бизнес после первого пандемийного карантина не открылся. Самый существенный удар получили малые и средние формы. Те, кто выжил, стараются потихоньку выплыть. Наталья ждет своего клиента уже целую неделю. Небольшое ателье по пошиву одежды до коронавируса было востребовано. Но ковид внес свои директивы. Клиенты шли. Вот как только кризис, вот этот коронавирус начался, то есть какая-то была неопределенность. Все, я закрыла ателье, я не захотела работать, потому что я поняла, что это штрафы будут, они очень огромные, я этим рисковать не буду. Никакой поддержки, никто не поддержал. И у меня многие знакомые, вот химчистка, ряда магазины, предприниматели, никто ничего не поддержал. Только у нас карты блокировали, сразу приставы. И главное, такое ощущение, как будто знали уже, что будет пандемия. Вторую волну жестких ограничений бизнес Наталья попросту не переживет. Обычному человеку, да, проще взять кредит. ИП не дают кредиты. Очень много проверок, очень много различных бумажек, очень много инстанций. Ты все за себя рассказал, ты принес документы о своей недвижимости, все принес. И тебе говорят, вам? Вас не одобрили, а почему? Ну, у нас нет такого ответа. Хотя ты не просишь миллион, иногда бывает 30 тысяч. Мне много не надо, я уже не хочу больших денег, мне нужна стабильность, определенность. Но когда бывает, ты предприниматель, у тебя там 10 тысяч, 5 тысяч, нет, у меня, честно, не стыдно. Магазины разливных напитков тоже остались на плаву, но с немалыми потерями. Ну, нам пришлось на некоторое время даже закрыться в связи со всеми этими событиями. Но спустя полтора месяца мы снова открыли магазин. Конечно, очень чувствовался отток покупателей на 30-40, ниже, если брать общий оборот месячный. По сравнению с прошлым годом. Реальность такова, что Сергей уже подумывает о доставке напитков на дом. Но мало ли, продажи онлайн сейчас стали востребованы. Занимаемся конкретно ребрендингом, созданием сайта, развитием соцсетей. Потому что в текущих условиях надо как-то адаптироваться под эту ситуацию. Есть коллеги, кто этим уже занялся, и у них есть результат на самом деле хороший. И мы на полпути к тому, чтобы осуществить свои идеи. Меры поддержки в виде налоговых каникул, моратория на проведение проверок, льготное кредитование не спасает бизнес от коллапса. Сейчас в Государственной Думе разрабатывают ряд мер, чтобы предприниматели и самозанятые были уверены в завтрашнем дне. Ну это в первую очередь упрощение получения кредитных ресурсов, финансовых ресурсов, поскольку и президент говорил об этом, что финансы это кровь экономики. Поэтому более упрощенный доступ к этим ресурсам, более низкая процентная ставка, возможность пролонгации льготного периода, поскольку мы понимаем, что многие взяли кредитные ресурсы до пандемии, и сегодня достаточно сложно их обслуживать. Это, безусловно, льготы с точки зрения налогов. Это может быть и отсрочка, и прощение налогов. И это, конечно, то, что касается федерального, муниципального, регионального имущества, это снижение ставки аренды за право пользования этим имуществом. Ну а если захлестнет вторая волна пандемии, вот таких вот вывесок станет значительно больше. Так что в ваших же интересах идти на уступки предпринимателей, товарища арендодателя, иначе не въедет никто. Малый бизнес – главный работодатель и жизненно важный орган экономики. Как он выживет в условиях второй волны без поддержки на уровне государства, зависит от правильного взаимодействия властей бизнеса. А мы носим маски и перчатки, иначе очень скоро можем оказаться в ограничениях без ограничений. Крупный пожар произошел на этой неделе в Рязанской области. Более двух тысяч человек были эвакуированы в Скопинском районе, где расположены склады с боеприпасами. Сообщается, что на территории арсенала Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухина загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. Число пострадавших составило 20 человек. Пожар повредил две школы и детский сад. Для обеспечения безопасности военным пришлось перекрыть федеральную трассу «Каспий». Вот сейчас мы находимся на федеральной трассе М6 «Каспий» в Волгоградке. За моей спиной как раз находится место ЧП. Трасса федеральная перекрыта. К сожалению, разрывы боеприпасов продолжаются. Но самое главное, что люди находятся в безопасности. Надеюсь, что в ближайшее время разрывы боеприпасов закончатся. И уже можно будет тогда понимать, что делать с рассветом. Ну вот так, нормально. Конечно, когда находишься в безопасной зоне, уже не так страшно. Девушки, номера. Они вот здесь. Ну давайте. Ну давайте. Это кружки для чая. Ну потому что люди без посуды, да? Ручки. Ручки, да. Ну и там футболки есть. Хорошо? Вы тогда между людьми сами распределите. Моя приятельность очень грустная. Сейчас. Ну я просто посмотрите. Смотрите, проходите. Здесь у нас эвакуированы. Спортзале эвакуированы. Столовая. Так, вам матрасики это дали школу, да? Да, дали школу, молодых. Вот так вы. А кровати, раскладушечки обещают, да? Завтра с утра, может быть даже в ночь. Мы уже на завтра все заказали. Здесь и предприниматели, они все оказывают помощь. Белье мы обеспечены. Вот подушки, одеял. Просто нет, все есть. Население молодцы наши. Вы уже начали покидать территорию, когда уже взрывы начали? Да, да, да. Я это уже пела собрать. А там какое-то оповещение, серьезное? Нет, нет, нет. Никто не слышал, а сам случайно вот кто. А детишек вывезли на автобусе или кто как мог? А машины, автобусы и грузили машины величины. Мы пешком шли. Мы шли пешком, я с двумя детьми шла пешком. Оттуда? До Желтухина. Люди были все на обеде. Хорошо, люди были. А если бы на работе были бы? Вот Бог сберет. Господь Бог бережет нашу землю, мы не страдали. Люди сюда эвакуировались, практически проявили самоорганизованность. Телефон наш знаете, пусть все люди обращаются. Три семерки, триста шесть, телефон нашего штаба. Чем сможем, будем оказывать содействие. Хорошо? Дыхайте. Всего доброго. И вам всего доброго. Спасибо. Ну, мы на связи. Бизнес в помощь. Горнорудная компания, базирующаяся в Хабаровском крае, направит свыше 30 миллионов рублей на покупку нового диагностического оборудования для Амурской центральной районной больницы. Соглашение о сотрудничестве с генеральным директором предприятия накануне подписал в Рио губернатор региона Михаил Дегтярев. Полиметалл один из ключевых игроков на рынке добычи золота. И для нас один из стратегических партнеров в силу того, что вы создаете рабочие места, платите налоги исправно и помогаете в социально-экономическом развитии края. Это три пункта, которые при вступлении в должность я просил выполнять всех предпринимателей. Помогать людям, платить налоги, создавать новые рабочие места. В этой связи я хочу поприветствовать ваш проект по созданию второй очереди гидрометаллургического завода в Амурске. Мы там с вами были, кадры наши покажут, протокольщики. Скажу, что это суперсовременное предприятие, оно безопасное. Нормы промышленной безопасности исполняются, и это очень дорогого стоит. Мне очень понравилось, что на предприятиях полиметалла у людей светлые лица, и они улыбаются. Видно, что их устраивают условия труда, они видят будущее для своих семей, для себя лично. И я вам скажу, что улыбок много не везде. Я связываю это с менеджментом, связываю это с отношением к людям и с тем, что они видят перспективу. Это важно. Также мы благодарим вас за поддержку наших проектов в Амурском районе и других районах присутствия. Мы с вами планируем поддержать медицину Амурского района, поддержать спорт. Это то, что от нас ждут люди. И от бизнеса тоже. Ушли по-английски. В Москве центр языковой подготовки собрал с абитуриентов деньги за обучение и скрылся в неизвестном направлении. Найти мошенников удалось. Нетривиальное поведение горе-педагоги свалили на пандемию. Мол, сильно поиздержались. В теме разбирались наши корреспонденты Екатерина Нечаева и Тимур Титов. Английский экспресс-курс, курсы онлайн, групповые, индивидуальные. Рынок буквально утоплен предложениями различных центров по изучению иностранного языка с обещаниями стать в самом скором времени настоящим полиглотом. Так ли все просто на самом деле? В поле нашего зрения попал центр Wall Street English, где система взаимодействия с учеником построена на принципе. Вход рубль, выход два. А если подробнее, то педагоги школы выдали ученикам кредит на обучение и исчезли вместе с деньгами. А где они сейчас? Где найти? На входе. На входе. Школа английской. О том, что это школа английского языка, говорит только вот эта надпись на двери с англоязычным переводом. Входить по звонку. А ищут ученики-педагогов лишь только для того, чтобы вручить претензию. Если вы были по другому адресу, хотели бы узнать, почему вы переехали и вообще, где вы находились? Школа английского языка, переехали. Не могу вам причину назвать. У нас вот новое здание просто. А как вы называетесь, какая школа? В Душке. В Душке. Мы хотим вам претензию. Я не получаю определенных знаний как от преподавателей, так и от самой процедуры обучения. То есть, по сути, это все большой-большой учебник, растянутый на два года, с которым я, собственно говоря, сам занимаюсь. Просто за большую сумму. То есть, занятия скорее выглядят как самостоятельные? В большей форме, да. Претензии у нас принимают, но отправляют по другому адресу, где находится руководство. Но в кабинет руководителя нас пытаются не пустить. И нас в ресепшен попросили пройти к этой двери. Почему вы нас опять куда-то подборняли? Я вас прошу выйти в зону. Мне полицию вызвать. Вы кто? Мы тоже можем вызвать. Вызывайте. Прошу вас не производить видеосъемку. Зачем вы входите в кадр и говорите сюда, что что-то мне нужно делать? Потому что вы имеете право снимать. Татья 29-й Конституции. Какой Конституции? Российской Федерации. Прорвать оборону удается. Проходим. Приведи камер, деньги вернули и даже на вопросы ответили. Продолжение следует. При этом мы обязуемся кредитировать, так как у вас кредитный договор. Как решать проблему с банком? Ведь кредитный договор оформлялся в стенах образовательного центра. Тем же сотрудником, который оформлял договор на обучение. И в офис банка ученик не ходил. Кредит Европы. Вы где представители этого банка? В нашем офисе, по-моему, сидит. А как же он оформил кредит, когда он здесь не находится? Как это возможно? Зачем я здесь походил? Менеджер компании, если я правильно опомнил, может быть, одетых. Опять же, то, что выдают его в присутствии сотрудников, которые преподают только эти курсы или занимаются их организацией, но там отсутствуют сотрудники банка. Это неправильно, потому что именно сотрудники банка – это, скажем так, делегированные ответственные люди, которые понимают и могут рассказать о всех нюансах кредитной линии. Здесь уже прослеживаются определенные моменты мошеннических схем. Учить иностранные языки, конечно же, нужно, но выбирать аккуратно. А то может получиться, как на Брайтон-Бич, где практически все говорят на суржике. То ли на русском говорят, то ли английский не знают. Или, как в нашем случае, остаться без денег, да еще и должником стать. Обманутых учеников всего образовательного центра взяли под крыло активисты фракции ЛДПР. А горе-педагоги с подмоченной репутацией теперь знают, что неправильный язык он и до суммы, и до тюрьмы привести может. Как говорится, you welcome. Чуть любви, меньше ненависти, работать и жить. Владимир Жириновский о философии жизни прямо сейчас. Если в школе не были лоботрясами, если хоть что-то выучили на троечку, в институте что-то поняли на четверочку, то пятерочку в жизни сможете заработать. Не всегда, не все. Не надо мечтать миллион в день зарабатывать. Давайте хотя бы 100 тысяч в месяц. Пройдет время 200 тысяч в месяц. И, может, лет 50 будет у вас 300 тысяч в месяц. Но чем выше будете смотреть за журавлем, ничего не получится. Синица в руке – и хорошо. А журавль в небе? Журавль в небе для одного из миллиона. Вот я должен был победить миллион человек. Это страшно тяжело. Получать целый миллион глубее меня, что ли? Нет. У нас есть 100 человек. Имена публикуют каждый месяц. 100 ведущих бизнесменов и политиков. Вот они 100. А 100 миллионов? На каждого падает по одному миллиону. Они обошли каждый свой миллион. Это очень тяжело. Я за этим не гнался. И вам не советую. Ну и поменьше нотаций, поменьше ненависти, поменьше любви. Большая любовь кончается плохо. И большая ненависть кончается плохо. Чуть-чуть ненависти, чуть-чуть любви. Жить надо на 3 с плюсом, на 4 с минусом. Хороших вам выходных и побольше хороших новостей. Это были основные события уходящей недели. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok